Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги! Меня зовут Игорь Голдашев и традиционно я представляю вам очередной выпуск нашей передачи «Заметки главного редактора». Сегодня я поделюсь с вами заметками об участии. Тут очень интересное такое объединение «Коммерческое партнерство российское теплоснабжение». Мы уже не первый год общаемся с этим объединением. Даже вам скажу, что мы входим в рабочую группу по некоторым определениям, которые стандартам, по трубопроводной арматуре. Потому что сегодня рынок теплоснабжения, тот самый рынок, который представляет некоммерческое партнерство российское теплоснабжение, он достаточно интересен, он достаточно очень обширно развивается. О чем я говорю? Я говорю прежде всего о том, что сегодня этот рынок наибольший востребован в новых технологиях и стандартизации, в техническом регулировании. Потому что теплоснабжение, как все говорят, оно есть везде и всегда. Оно будет повсюду. То есть в этом здании, где я сейчас нахожусь, то есть в любом заводе, в любом предприятии будет требоваться тепло-электроэнергетика. Ну вот, собственно говоря, сейчас я буквально вышел недавно с очередного круглого стола, на котором мы присутствовали. Присутствовал портаром торт.ру, мы распространяли свежий выпуск журнала «Вестник арматуры строителя». Ну и хотелось вот несколько заметок на традиционном планшете, которым записывал, поделиться с вами о тех заметках, которые сегодня решает некоммерческое партнерство российское теплоснабжение. Но прежде чем я зачитаю вот данные заметки, я хотел с вами поделиться идеей вообще самого возникновения подобных некоммерческого партнерства. Дело в том, что сегодня отрасль теплоснабжения находится в таком состоянии, когда нет у нее единого хозяина, нет единых стандартов, нет единого технического регулирования, нет единых закупочных процедур и систем. Ну, можно сказать, что лет 10 назад вообще в отрасли царил хаос. Сегодня эти парни из некоммерческого партнерства растепло. Они, собственно говоря, решили эту задачу, этот вопрос, эту проблему. Ну вот одним из первых тезисов нашего участия в круглом столе, это стало создание единой системы стандартизации. То есть ни для кого не секрет, что существует система стандартизации по приемке, по испытаниям продукции, по, скажем так, ее производству даже. Вот некоммерческое партнерство Ростепло предлагает создание единой системы технического регулирования, по которой будет производиться и приниматься продукция именно российских производителей. Ну, ни для кого не секрет, что поставлять в Европу, поставлять в страны нетаможенного союза, то есть западные страны очень проблематично и трудно. Там существует даже целый набор технических регламентов, набор специальных требований, которые априори запрещают поставлять продукцию не того производителя, а той страны, в которую она поставляется. Иными словами, нас там не ждут. Вот эта вот тематика обсуждалась сегодня очень открыто. Потому что мы живем в России, у нас очень насыщенный большой рынок и, скажем так, сегодня очень много непонятных компаний, компаний, скажем так, серого фона, серого рынка, контрафакта поставляет продукцию. Вот подобные вот тематики сегодня решаются именно созданием такой системы технического регулирования. Вторым как бы пунктом это было налаживание единой системы требований стандартов для конечных потребителей на грамотность. Ну, о чем я говорю? Я говорю прежде всего о том, что сегодня на местах порой у нас сидят люди, не технически грамотные, не специалисты, и даже порой даже не знают, какую продукцию, какую, скажем так, товарную группу они будут ставить на объект. Можно сказать, компетентность тех сотрудников, которые осуществляют приемку, которые осуществляют закупку, закупочную деятельность продукции, то есть тех же шаровых кранов, тех же задвижек, тех же труб. Но не секрет, что некоммерческое партнерство российское теплоснабжение проводит постоянно аудит. То есть они выезжают на объект, они проводят обследование, они, скажем так, проводят инспекцию. Основным направлением данной инспекции является выявление как раз таких специалистов, псевдоспециалистов, которые даже не понимают, что они делают, где они закупают продукцию и как они будут ее эксплуатировать, использовать. То есть, иными словами, безграмотных людей, которые просто не понимают, что такое теплоснабжение, стараются отодвигать с места и давать дорогу действительно грамотным специалистам, тем людям, которые знают и хотят эксплуатировать безаварийные тепловые сети. Третьим пунктом нашего обсуждения это было создание систем аудита, то есть систем по приемке, по качественной приемке продукции, создание единого белого списка. Вот в последнее время очень часто появляется много рейтингов поставщиков. В последнее время очень много появляется так называемых сообществ, где пытаются решить, кто лучше, кто хуже. Но вот в НПРТ, скажем так, создается система тех поставщиков, которые имеют аккредитацию, тех заводов, производителей, которые действительно производят арматуру, они покупают или собирают ее на стороне. Этот вопрос наиболее актуален, потому что часто в тендерных закупках, особенно в госзакупках, очень большое значение имеет цена. Вы сами знаете, что по ФЗ-223 многие компании просто обязаны выбирать и покупать того производителя, который предоставит самую низкую цену и срок поставки. Не всегда, правда, этот производитель является производителем. В большинстве случаев появляется так, что эта компания просто поставщик или даже сборщик. Но это в лучшем случае. А в худшем случае поставляется контрафакт. Именно тема контрафакта была очень сильно и объективно затронута в рамках НПРТ. Но я вам так скажу, многие конечные потребители, которые присутствовали эти дни здесь, они заявили готовность помогать, выявлять подобные компании и вносить их в единый черный список. Возможно, этот список уже в скором времени будет как-то публикован или сделан. Также хотелось затронуть еще один аспект. Это создание на законодательном уровне списка аккредитованных поставщиков оборудования, так как много контрафакта. Но я уже частично рассказал об этом. То есть, грубо говоря, будет проходить реактивитация. Эта тема обсуждалась очень активно. И что самое главное, она нашла очень много сторонников. То есть, иными словами, вот перед вами сейчас я демонстрирую ту самую систему, которая разрабатывается по теплоснабжению, по наведению порядка в отрасли. Я не первый год общаюсь с руководителями НПРТ и коммерческого партнерства Ростепло. И я могу сказать, что уже сегодня создан ряд документов, ряд внутренних стандартов, которые позволяют, скажем так, оградить от контрафакта, от нехорошей, неблагоприятной продукции для поставок на системы теплоснабжения. Также очень сильно была обсуждена проблема тендерных закупок и закупочных процедур. Что это значит? Ну, это прежде всего значит, что существуют терминальные закупки, как я уже ранее сказал, по ФЗ, которые определяют победителя поставщика с наименьшей ценой. Но также еще существует так называемый техрегламент 32. Сегодня очень большое актуальное значение имело обсуждение данного техрегламента. Кстати, я вам так скажу, мы в рамках этой встречи подготовили некоторые интервью с руководителями предприятий, в том числе и трубопроводной арматуры, которые поделились своим мнением о 32 ФЗ. Но, можно сказать, это так называемая «Ахиллесова пита», которая позволяет сегодня проникать в поставки компаний с не очень хорошей репутацией. Вот подобные закупки, закупочные системы также сегодня обсуждались. И что самое главное, я хочу отметить вам, дорогие друзья, на вот этих всех обсуждениях не присутствовала просто закрытая какая-то группа производителей, только трубопроводной арматуры. Здесь были и потребители, и проектирующие организации, что самое главное, представители власти. То есть, здесь были представители Ростехнадзора, были представители Ростстандарта. Было очень много обсуждений, дискуссий, живых тем, которые многие из вас уже вам обозначили. Ну, собственно говоря, дорогие друзья, вот сейчас, вы видите, уже начинают люди собираться. Сейчас время следующих заседаний, столов. Я вам сейчас еще несколько минут обозначу, еще несколько тезисов, которые обсуждались на данном мероприятии. Это, конечно же, проблема вхождения в реестр госкомпании, потому что нет единой системы стандартизации. У каждого своя система стандартизации. Вот это, наверное, самая ключевая сегодня проблема, что сегодня нет единой стандартизации по госприемкам. Это означает, что «Газпром» проводит приемо-здаточные испытания по своему гостерту, по своему СТО «Газпром». «Роснефть» проводит по своим стандартам. Такие компании, как «Фортум», такие компании, как, ну, скажем так, сибирская генюющая компания, у них есть свои приемо-здаточные испытания. Но можно сказать, что, с другой стороны, сегодня наводится порядок, потому что в НПРТ существует система единых приемо-здаточных испытаний. Это так называемая заготовка, которую сделали представители некоммерческого партнерства. Между прочим, на сайте НПРТ вы можете ознакомиться более подробно с этим документом. Так вот, этот документ сегодня, он регламентирует единую систему приемо-здаточных испытаний. То есть, если вы российский производитель, вы производите по определенным стандартам, вы можете быть уверены, что ваша продукция поставится и пройдет приемо-здаточные испытания на объекте. Ну, дорогие друзья, ну, собственно говоря, у меня пока что все. Я срезюмирую свое выступление, оно сегодня немножко сумбурное, потому что, вы видите, все проводится в режиме лифт, ходят люди, обсуждают, очень много встреч, общения, очень много представителей конечных потребителей. С некоторыми мы уже провели беседы, даже интервью. Я вам хочу сказать, срезюмирую, что сегодня в теплоснабжении, в российском теплоснабжении проводится маленькая революция. То есть, на примере сегодняшних моих заметок редактора, я хочу сказать, что сегодня отрасль теплоснабжения, наверное, станет одной из таких отраслей, которая станет эталоном в будущем по техническому регулированию, по созданию единой системы стандартизации, по созданию того самого технического регламента, на который будут опираться многие в будущем. Уже можно говорить о положительных примерах, о том, что сегодня импортозамещение, то самое, о котором я вам говорю постоянно, оно сегодня в системе теплоснабжения наиболее эффективно действует, наиболее эффективно применяется технологии именно локализации, технологии именно поставок белой арматуры, белой продукции, то есть серые схемы, бэушная продукции, опять-таки, вот я вам скажу, в НПРТ запретили использование бэушных труб, это все действует, это все работает. То есть, на примере вот данного сообщества можно сказать, что есть в нашем отрасли, есть теплоснабжение лучик света. Очень хотелось бы верить в то, что это будет дальше продолжаться, так же на законодательном уровне, так же на сплаве российских производителей и, конечно, отраслевых органов. Спасибо вам большое за внимание, с вами был Игорь Юлдашев, заметками главного редактора. Удачи, друзья, и до новых встреч.